Всем привет, друзья! Поздравляю вас с наступающим праздником Победы! И сегодня речь будет идти именно о Победе, о памятниках, о наших мемориальных захоронениях в Европе. А именно, конкретно я вам расскажу и покажу, как выглядит монумент павшим советским воинам в Берлине, в Трептовпарке. Он является самым крупным воинским захоронением на территории Европы, советских воинов-освободителей. И покажу вам, как к нему относятся немцы, как заботятся о нем, как к нему относится российское государство, как ухаживает за ним, как проводит туда свет, чтобы все люди могли в любое время посмотреть на монументальные архитектурные строения, посвященные советским воинам. А также покажу вам, как сами немцы на примере Берлинской стены чтят память своих предков, помнят свою историю. По ходу ролика будет достаточно много пауз, много, так сказать, лирической тишины. Надеюсь, что вы прочувствуете это, задумаетесь о том, что для вас значит победа, что для вас значит павшие предки, что для вас значит история. Напишите в комментариях, что эти вещи значит для вас, что вы почувствовали от увиденного, от пережитого дня победы, как вы отмечаете день победы, как вы помните, чтите память своих предков, знаете ли вы, кто у вас воевал на войне, воевал ли кто-то и вообще как вы к этому всему относитесь. Прошу написать в комментариях. Ну, главная, так сказать, достопримечательность Триптов парка, это мемориал в честь советских павших воинов, которых тут захоронено около 7 тысяч. Тут есть мемориальное захоронение. Сейчас посмотрим, там должен быть памятник воину-освободителю. Надо так непривычно в центре Европы видеть такие советские памятники. Там солдат, воин-освободитель, держит ребенка на руках и своим мечом разрубает свастику. Это подразумевалось как продолжение скульптуры Родины-Мать в Сталинграде. То есть там она подняла меч, а тут он опустил и разрубил свастику. А спасенный ребенок у этого солдата был настоящий прототип Николай Масалов, который 30 апреля 45-го года спас трехлетнюю девочку, рискуя жизнью, немецкую девочку. Вот так вот. Вот, в общем, сейчас все видно. Вот вчера вечером уже стемнело, мы пока дошли сюда, по парку заблудились немножко. Вот, не в ту сторону пошли. И тут было вообще темно, то есть я думал тут свет хотя бы есть, ну хотя бы как у нас там в парке Победы, да. Вот, но тут вообще нету ни огонька, ни света, вообще ничего не было видно. Вот, какие-то ребята стояли, тут музыку слушали, такой рэпчик. Вот. Не думаю, что это уместно тут в таком месте, где 7,5 тысяч человек похоронено. Ну, как бы, слушали и слушали. Вот, но то, что тут света нет, это реально проблема, потому что темнение сейчас рано, например, и, ну, приходится вот сюда с утра, допустим, приезжать, пока светло, чтобы все увидеть. Вот, вот так ничего не видно вообще, то есть ни одного фонаря на территории нет. То есть не знаю там, кто занимается обслуживанием этого, наверное, немцы, да. И, ну, нехорошо их укорять, как бы за отсутствие фонарей. Ну, как бы, наше государство, если хочет, чтобы люди по всему миру помнили о наших павших предков, я думаю, может обеспечить освещение как-то этого. А то, получается, что приходят люди, а тут не видно ничего вечером. Как-то нехорошо. Стоит отметить, что немцы к этому мемориалу очень уважительно относятся. Тут все чисто, ухожено достаточно, газон пострижен. Вот, то есть, ну, все достаточно нормально, так сказать. И нет такого, что там разрушаются памятники, что там по телевизору у нас болтают. Ну, тут, по крайней мере, такого нет. Вот, советский солдат разрубает свастику, держит спасенного ребенка. А внутри у нас, тут закрыто, мемориал, звезда. А внутри у нас, тут закрыто. Советский народ с самоотверженной борьбой спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед всем миром. Иосиф Сталин. И вот весь мемориал. Здесь не звезды наши. Пять венков обозначают пять лет войны. А вот там, где газончики, как я читал, там и захоронены советские солдаты. Вот так вокруг, повторюсь, все огорожено, все чистенько, культурно. Но света нету. Вот это вот вообще обидно. Учитывая, что в это время года тут реально темнеет. Хочется, что тут и не начнade носить. Иосиф Сталин. Т아요. Сfferса equal to 0. Иосиф Сталин. Ей точно не даст глазаbear. и подвиги ваши бессмертны слава о вас переживет века память о вас навсегда сохранит родина это на выходе столбики как вы видите их много да это вот жертвы те которые пытались сбежать с восточного берлина в западной и их убили вот тут дата рождения дата смерти и и обстоятельства при которых вот человек погиб он бежал со своей женой куда-то на общем его застрелили и таких столбиков тут десятки может даже сотни везде сейчас вместо этой стены столбики там еще остался кусок сейчас покажу бетонные стены берлинская стена существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года разделяла восточный западный берлин на протяжении 43 километров в черте города это памяти холодной войны по официальным данным унес жизни 125 человек около 200 были ранены более 3000 арестованы все эти люди хотели свободы но стреляла не стена постреляли в них такие же люди выполнявшие преступные приказы немцы хранят память о людях положивших к своей жизни за свободу вдоль стены установлены памятные столбы с именами погибших и даже истории их жизни и гибели опала стена когда нас здесь людей желающих быть свободными уже было не установить и не сдержать может когда-нибудь и наша стена пойдет такие вот дела из-за права на трубную взял музыкальный инструмент а вон видимо там где больше всего народу там и звенитая так сказать картина художников рубеля это поцелуй и брежневосконки а 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 Человечество должно сохранять память о подобных трагических событиях, будь то Вторая мировая война или события, разворачивающиеся вокруг Берлинской стены. Помнить это надо для того, чтобы сделать правильные выводы и не допускать повторения подобных событий впредь. Ни в коем случае нельзя искажать историю. Пишите, что думаете об этом в комментариях, поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, также подписывайтесь на наш второй канал, пишите на инстаграм, телеграм-канал, группу вконтакте, все ссылки в описании. С днем победы вас!